МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Доминирующей точкой зрения в современном обществе является мнение, что либерализм в экономике – это хорошо. Формируется мысль, что как только общество приходит к стабильной либеральной демократии и перестает вмешиваться в экономику, наступает благоденствие и благолепие разливается в воздухе. Но в реальности мы видим иное – все сильнее отличие богатых и бедных стран именно тех, что устремились вслед за богатыми открыть свои национальные экономики. Современные экономические аналитики заявляют, что либерализм занял место коммунизма. Обещание тотального благоденствия не является самим благоденствием. Вот об этом и многом другом поговорим с нашим гостем, доктором экономики Михаилом Пойсиком. Здравствуйте! Здравствуйте! Михаил, мы с вами были на лекции, которые нам удалось, посчастливилось побывать. Лекция главы Сбербанка, известного экономиста Германа Грефа. Он побывал в Молдавской столице с публичной лекцией, и интерес к ней, будем говорить, был неподдельным, потому что опыт этого человека, возглавляющего одно из, наверное, ведущих финансовых учреждений в Российской Федерации с высокими экономическими финансовыми показателями… Капитализация в полтора раза выше, Газпрома. Вот так даже, видите? Очень интересен опыт, опыт его и как бизнесмена, и как руководителя. Он приводил целый ряд форматов того или иного руководителя, что мне интересно лично и многим моим коллегам тоже. Но все-таки понятно, что формат такой публичной лекции не дает развернуться, возможно, он полноценный или развернуть полноценную картину и того, в каком экономическом состоянии находится сегодня Российская Федерация, и в том, в каком экономическом состоянии в целом мир сегодня находится. Но вот на ваш взгляд, что все-таки осталось, как мы говорим, журналисты, за кадром этой лекции? Что хотелось бы еще все-таки услышать из уст этого человека? И что, на ваш взгляд, служит отправной точкой для понимания того, в какой ситуации экономика Молдова? Здесь, наверное, главное то, что в лекции присутствовало много академизма. То есть даны, в принципе, очень много постулатов, очень интересных его взгляды на эти постулаты. Но при всем при этом мы все знаем о том, что сейчас Россия находится в очень серьезной, будем говорить, изоляции, которую выстраивает Запад, прежде всего по главе с Соединенными Штатами, по отношению к России. И здесь говорить о либеральной экономике в полном понимании, вот как вы сказали, что рынок определит все, здесь и речи быть не может. То есть здесь должны быть определенные меры противодействия. Вот, к сожалению, Греф об этом ни слова не сказал. Это как бы то, что осталось за кадром. Но тогда вот если попытаться переложить ситуацию вот этого либерализма в экономике на то, что происходит в нашей стране, насколько все-таки открытость для национальных экономик благо? Ведь, смотрите, мы, когда отказались от государственного регулирования экономических процессов, когда заявили о том, что рынок урегулирует все, и не только мы, будем говорить, все постсоветское пространство об этом заявило, будучи, в общем-то, еще более изолированнее, чем сегодня находится Россия. И вот эта открытость сумела, в общем-то, сумели ли мы потенциал этой открытости использовать? Или, может быть, этого потенциала, как нам показывали, нет в том объеме, в той степени, как рекламировалось это все? Дело в том, что мы вошли в этот рынок либеральный, в неравных условиях. То есть мы тогда уже в значительном мере отставали в технологическом плане и по многим другим факторам от развитых стран мира. И получилось так, когда я приводил перед этим пример о том, что когда встречается новичок-боксер и боксер как мастер спорта, и мы говорим, что вот, ребята, вы единственный поединок-боксер. Да, встречается новичок и мастер спорта, потом премьер-министр Великобритании выходит с пресс-конференции. Да-да-да. И вот здесь явно получилось несоответствие по возможностям. И поэтому то, что у нас было, значит, запад еще к этому и стремился, о том, чтобы разрушить тот промышленный потенциал, который был завязан на России, на Советском Союзе и так далее, его уничтожили. Вспомните наши предприятия, я вам приведу одно предприятие, микропровод. Американцы освоили производство микропровода спустя где-то почти 20 лет. Вот что было понятно. То есть Советский Союз опережал США по некоторым позициям. Да-да-да. У нас было очень много интересных технологий и так далее. Все это уничтожено, все это убито. А к чему мы пришли в условиях либеральных? То есть вот если говорить для нас как бы ближе всего это сельское хозяйство, мы бездумно уничтожили крупнотоварное производство. Сегодня, вдумайтесь, в 96-м различных годах процентов молока мы производим на личных подворьях. То есть бабушка за вымя дергает и дует корову. И потом это все сдается через лабораторию куда-то. Нет, вот проблема. По правилам Евросоюза, куда мы вступили, это молоко не то, что нельзя экспортировать или продукцию из его, его нельзя продавать на внутреннем рынке. А это 97%, чтобы было понятно. То есть у нас уничтожено племенное животноводство, у нас питомниководство, семенное производство и так далее. Все это уничтожено. Но он говорит, все мы вам привезем. К чему это пришло? Это пришло, действительно, мы стали неконкурентоспособны в этих видах товаров. И нам начали, если посмотреть, вы заходите в магазин, вы что, увидите мясо молдавское, мизер уже, то есть я имею в виду мясной продукции, колбасные и так далее. То есть все это очень сильно сжимается, и с каждым годом все больше и больше. Потому что вот с 2014 года импорт продуктов животноводства из Евросоюза вырос в разы. И молочной продукции, и мясной продукции, и так далее. В том числе и конкретного мяса, не только колбасы и так далее. В то же время мы туда не экспортируем ни килограмма мяса и молочной продукции. Что мы туда экспортируем? Пшеницу, кукурузу, подсолнечник, орехи. То есть, казалось бы, эти товары, ну, за исключением орехов, допустим, ну, орехи пустят на кондитерское производство, да, а... Ну, если я себе могу позволить, это, получается, сырье. Примитивное причем. Это первичное сырье, примитивное. Где добавленная стоимость мизерная. Я просто, мне посетилилось побывать в Штатах. Значит, там считается, что если у фермера меньше двух тысяч гектар на семью, это муж с женой, то это фазенда, это так, развлечение. У нас 925 тысяч пользователей земли. В среднем по 2,5 гектара на семью. Четыре тонны с гектара, это идеальная урожайность, которую сегодня мы получаем по зерновым. Сто долларов тонны заготовки. Это тысяча долларов у вас объем товарной продукции в год на семью. С тысячи долларов вы должны посеять, убрать и так далее, и содержать свою семью, технику и так далее. То есть это нонсенс. То есть получается ситуация такая, что мы должны из тысячи семей 999 отправить куда-то, да, а одно оставить для производства пшеницы, кукуруза, подсолнечника, для этих полевых культур, да. Значит, это в принципе, то есть убийственно. И вдумайтесь, вот последние данные статистики за 2017 год. У нас в принципе, то есть если говорить о промышленности и о строительстве, то промышленность упала численность занятых в формальном секторе, то есть те, кто официально получают зарплату, платят налоги и так далее, сократилось на 12% с 2008 года. Если говорить о строительстве, то на 38%, то есть существенно, да. В сельском хозяйстве у нас примерно тоже. Но 47% занятых в сельском хозяйстве производят продукции исключительно для личного потребления, не на продажу, то есть каждый второй. То есть это, извините, первобытный общинный строй, в отсутствие товарно-денежных отношений. Это же нонсенс. Вот то, к чему мы пришли. И об этом никто не говорит, к сожалению. И стоит задача о том, что если мы будем дальше как бы вот либеральничать, то есть позволять все это делать, да, значит, мы теряем не землю. Это у нас трагедия заключается в том, что мы теряем естественное плодородие, у нас смываются почвы, нарушаются технологии. Масса проблем есть в селе. Но самый главный ресурс у нас – это человеческий ресурс. Мы уже потеряли миллион человек, миллион человек, да, которые работают сейчас за рубежом. И что интересно, они присылают коллекция денег, сопоставимая с фондом заработной платы во всех секторах экономики у нас в Молдове, включая теневый сектор. Вот. И поэтому, когда, например, вот абсолютно неожиданно было о том, что в прошлом году ВВП вырос на 4,5%, потому что ни мировой банк не предсказывал эту цифру. То есть они сначала называли 3, потом 3,5, за счет чего такие цифры? Да, я сейчас назову. Ну, во-первых, год был вырожайный. 1% из этих 4,5% дало сельское хозяйство. 1,3% дало налоги. Это плюс прирост НДС от импорта и акцизы от импорта. НДС от импорта плюс 1,4 миллиарда леев, акцизы больше миллиарда. То есть мы стали больше потреблять? Ну, конечно, деньги пришли, а деньги пришли на 350 миллионов больше доллару, да? На них был закуплен дополнительный импорт. Этот импорт люди пришли в магазин, купили, получился... Деньги опять ушли. Да, да. И товарооборот тоже дал 1,3 миллиарда. Торговля дал тоже 1,3 миллиарда. Получается, смотрите, сельских хозяйств 1,3-1,3, это 3,6%. А остальные, просто вот поскольку сельское хозяйство было более урожайно, пищевая промышленность чуть больше дала и так далее, вот это позволило как бы получить вот те 0,9% всего роста ВВП. А в целом у нас вообще ситуация с ВВП такова, что мы, вот начиная с 2008 года, когда мы говорим, что мы развиваемся, растем и так далее, у нас средний темп роста 3,2%. Значит, если мы хотим достичь среднеевропейского сегодняшнего уровня, сегодняшнего уровня, то надо больше 100 лет. Если при условии, что они будут стоять на месте. Вот чтобы понимать. Ну вы сами можете, когда идет ближайший наш, как бы те, кто ближе, это в 5 раз ВВП выше данных человек, а так в развитых странах 20 раз и так далее. Вот посчитайте проценты, по 3% ежегодно, что... Поэтому надо получать как минимум 10%. И примеры есть, тот же Китай, ну как пример, есть другие экономики. Но для этого должны быть маленькие страны, это, в принципе, основные либеральные экономики, но они должны выстраивать такие стратегические приоритеты с тем, чтобы не терять свой главный ресурс. И на главном ресурсе в человеческом факторе зарабатывать. Ведь у нас что, вот тот миллион человек, который уехал, уехали же не средний гражданин, уехал, уехал наиболее инициативный, наиболее предприимчивый, наиболее квалифицированный, с каким-то чешским амбицием, который потерял веру в том, что здесь можно что-то сделать в этой стране. И они не просто уехали, они впоследствии забирают детей. Вот мы, да, в прошлом году у нас официальные денежные переводы составили миллиард двести. Но я считаю, и, кстати, Мировой банк тоже считает не так немножко, значит, надо считать не только те деньги, которые официально вошли в страну, а и те деньги, которые привезли в карманах. Мы рядом с Россией, с другими странами. Их можно отследить через торговлю, да? Нет, их можно отследить через сальдо валютных касс. Покупка-продажа, да, и плюс прирост либо сокращения депозитов физических лиц в иностранной валюты. То есть человек либо понесет в кассу, либо сдаст в банк. Ну, как минимум тогда. Вот эти дали, то есть в целом получилось не миллиард двести, а два миллиарда. Но у нас в 2013 году было 2,8 миллиарда. То есть почти три. Вы поняли, да? То есть и было резкое сокращение, поэтому у нас был и провал ВВП, провал ВВП, да, значит, в предыдущие годы. Значит, и как будет в следующем году, никто не знает, потому что мы никогда уже к 2,8 не вернемся. Это вопрос однозначен. И во многом наша экономика зависит от наших денежных переводов. Потому что что такое? Вот смотрите, у нас с одной стороны мы имеем 2,4 миллиарда экспорт по прошлому году, а импорт 4,8. За счет чего закрываются эти 2,4? Они закрываются, вот эти 2 миллиарда, плюс то, что мы берем кредиты и так далее, вот они закрываются за счет этих денег. На эти деньги мы получаем НДС от импорта, на эти деньги мы получаем акцизы от импорта. Это попадает, прежде всего, в торговлю. Люди приходят в кассу с теми деньгами и так далее. Но здесь проблема заключается в чем денег гастарбайтерам. Гастарбайтер, работая за рубежом, он платит там подоходный налог, социальные платежи и так далее, если он оплачивает себе платежи. Здесь-то они не остаются. Получается, страна пребывания нашего гастарбайтера, выигрыша больше, естественно, чем они. Причем, они, еще раз подчеркиваю, они берут наиболее квалифицированные силы. Это не больного человека не пустят, если у вас, как бы, справки нет о состоянии здоровья соответствующей. То есть, если вы социально проблемный человек, вас тоже не пустят и так далее. То есть, они отбирают. И плюс, к тому же, это наиболее подготовленные люди. У нас, к сожалению, вот смотрите, у нас много говорят о науке. Развитые страны, вот такие, как США, они вкладывают в науку примерно 3% ВВП. Там 1,5% государства и 1,5% бизнеса вкладывают. Но ВВП, их не и наше, разве сравнить, понятно, да? Мы начали расти к 2008 году. Достигли 0,8%. Не 3, 0,8%. Сейчас 0,3%. Идет тенденция к снижению. То есть, у нас сегодня проблема в том, чтобы люди пришли в науку. Потому что там мизерная зарплата, остаются в основном пенсионеры. Посмотрите, сейчас появилась официальная статистика по возрастному составу и так далее. То есть, молодежи практически нет. Это трагедия для страны. Это трагедия для страны. С одной стороны, мы убиваем производство. Убиваем производство. С другой стороны, мы не готовим кадры высококвалифицированные, которые могут дать продукцию с высокой добавленной стоимостью, науку и так далее. К чему это приводит? Вот мы говорим о росте экспорта в Евросоюз. Да, он растет. И торговать с Евросоюзом, безусловно, надо. Но давайте посмотрим структуру этого экспорта. Половина продукции, которую мы экспортируем в Евросоюз, это продукции из давальческого сырья. То есть, нам прислали документацию, нам прислали сырье, материалы, комплектующие. Мы с этого пошили костюм, кожа галантерея, обувь. Порезали кабель. Вот кабель, значит, мы больше, чем на 200 миллионов долларов в прошлом году отпустили. А вот такие стулья, на которых я сижу, да, то есть пластмассовые, которые отвертки собирают и так далее, более, чем на 100 миллионов. То есть, вот сопоставьте. То количество вина, которое мы произвели и экспортировали, да, это в несколько раз больше в денежном выражении. Другое дело, какая там добавленная стоимость. Из оставшейся части, вот второй половины, да, у нас там сидит еще реэкспорт. То есть, вот, наверное, телезрители не знают о том, что у нас в прошлом году мы на 18 миллионов долларов загрузили нефтепродукты. То есть, мы экспортеры нефти. Да, да. Значит, это как пример, то есть, вот, чтобы было, мы загружаем жиженый газ, мазут и так далее. Но вопрос о том, что заключается, что у нас только одна треть, по сути дела, продукции, где-то близко возле этого, которую мы произвели сами, своими мозгами. Но из этих одной трети, две трети, это обширниться кукуруза подсолнечник и орехи, да. И одна треть из того, что осталось, это вино, сахар, подсолнечное масло и концентрированные соки. Все. Остальное, если вы начнете смотреть, там мизер. Там идет на долю процента, на, вот, например, если говорить о яблоках и так далее, вот это такое наиболее... То есть, яблок мы практически туда не отгружаем. В то же время наши магазины запиты импортными яблоками. Вот, то есть, вот, то либеральная экономика, когда мы говорим, что мы рынок открываем, да, для этого существуют заградительные пошлины. И импортные. Они у нас были, и у нас была асимметричная торговля, когда мы поставляли в Евросоюз товары без пошлины, они нам поставляли с пошлины. Мы начали их обнулять. Ну, например, если на продукты животноводства, да, это было на 10 лет, там была пошлина 20% плюс 200 евро за тонну, на птицы плюс 100 евро за тонну. Значит, вот прошло уже 3 года, да, то есть, фактически, ну, там сразу подписание соглашения сразу обнулилось на 10%. То есть, уже 40% мы потеряли. Вот представьте себе, может ли наша птицефабрика конкурировать сегодня с европейской птицефабрикой, которой мы импортируем куриное мясо по цене 50-60 центов килограмм? Ну, собственно, у нас получается дороже, да. Да, то есть, получать дороже. Поэтому все это мясо делают колбасу и так далее. То есть, да, это не свежая курица, допустим, которая домашняя и так далее. Но, тем не менее, вот ситуация такая. Хотя есть разные продукты, разная стоимость и так далее. Значит, то есть, мы говорим, что да, это хорошо, пришли дешевые товары, мы можем пойти в магазин, по дешевой цене купить и так далее. Но мы должны не забывать две принципиальных вещи. Первая вещь. Вот сейчас входит к нам кауфленд. Такие гипермаркеты, они размещаются за городом. У нас в центре, вот на Рыжкановке, прямо там дворец профсоюзов снесли. Может, мы чего-то не знаем. Может, мы сейчас пока живем в месте будущего окраины молдавской столицы. Нет, нет, вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, что они поставляют товары распасованные. То есть, там не нужно резать колбасу, сыр, мясо и так далее. Там все идет в порционы. И там участие молдавского рабочих мест будет мизер. Но, войдя сюда на рынок, они демпингуют. Они дают низкие цены, разрушают свое производство, потом повышают, как во всем мире. И вот в этом проблема. То есть, мы сегодня в условиях либеральной экономики, мы не выстраиваем свою модель. Вот как выстраивать модель в условиях либеральной экономики? Израиль, Сингапур, Швейцария и так далее. Как раз хотелось спросить, почему в таких странах, которые у нас на слуху, Южная Корея, Сингапур, Израиль, Швейцария, наверное, можно список и продолжить, выглядят гораздо лучше, чем, например, та же Индия, которая тоже, в общем-то, живет по принципам, наверное, свободной экономики. Но, смотрите, что Индия нельзя назвать процветающей экономической страной. Да, есть высокие технологии, есть. Но она страна тотальной бедности, насколько я знаю. И вот за счет чего удается выживать тем странам, которые, кажется, тоже живут в капиталистическом мире, в капиталистических условиях, в взаимоотношениях свободного рынка, но находятся, будем говорить, на передовой развитии экономики? Ну, я два слова скажу про Индию, чтобы было понятно. Мы не должны забывать, что Индия после английской колонизации, это просто было уничтожено государство. Там десятки миллионов людей были от голода, погибли и так далее. Это особая как бы тема и так далее. Потому что тот колонизм, самый жестокий, который был со стороны Англии, который сегодня говорит, что они самые демократичные и так далее, и они подняли такой, извините, геволс, может быть, такое не совсем парламентское слово, да, вокруг Скрипаля. А то, что десятки миллионов людей гибнут, и в том числе и от химического оружия, которое они, кстати, до сих пор не уничтожили, Россия уничтожила, а они не уничтожили, да. Это особый вопрос. То есть, если надо подходить к такому принципу, чтобы понять достижение Индии, нужно понимать глубину ямы, из которой она выгодна. Конечно. Там же было все уничтожено, там было все поднимано. Тем не менее, Индия поднимается, это быстро растущая страна, и у них расходы на науку, если нет памяти, по-моему, 0,8% от ВВП на человека. В Китае где-то 1,2%, в России где-то 1,1%, но больше единицы. Понимать бы это в натуральных цифрах, конечно, было бы, ну, это понятно. Ну, это сколько-то миллиардов, миллионов. Да, да, это не совпадает. Вы возьмите численное соседление, перемножьте. То есть, это просто несопоставимые вещи. И здесь вот я просто приведу про Израиль, да, вот я был в этой стране, и я был просто поражен, просто поражен тем, что, представьте себе, вот, ну, сказать, это пляж с камнями, вот такой песок серый, где каждому растению подведена капельница, и капает, и там, где проехал трактор, зацепил, может быть, этот шланг, где-то перерубил, там сразу высохло, мгновенно, потому что этот. Там все идет. При этом они экспортируют сельхозяйственные продукции, сельхозяйственные продукции на полтора миллиарда доллару. Я могу много здесь рассказать. И чернозем там далеко не молдавский. Нет, они когда приезжали, я участвовал в одном проекте здесь с израильтянами, здесь по выращиванию семян томатов и так далее, значит, они были просто потрясаны, какая земля здесь, и какие изумительные томаты по органолептическим свойствам. То есть вы, когда покупаете импортные помидоры или те же яблоки, любые фрукты и так далее, это совсем другой вкус по отношению к молдавскому. У нас очень богатая почва, у нас изумительный климат. Но просто мы, у нас было 250 тысяч гектаров орошаемых земель, сейчас осталось буквально несколько гектаров. А у нас, если взять район от Чемислии южнее, там гидротеремический коэффициент района 0,7. То есть это отношение выпадаемых осадков к испаряемым. То есть меньше единицы. Это зона полупустынь. И без орошения это очень рискованная земля. Поэтому мы переходим на простейшую культуру. Пшеница, кукуруза, подсолнечник. Засели все, остальные как выживает, неизвестно кто. Поэтому на селе, кому приходится бывать, а у нас многие как бы связаны с селом, то очень мало сельских населенных пунктов, где живут достойно, будем так говорить, и более-менее обеспечено. Основная масса людей это бедствует. Ну, я вам назвал пример, что 47% производящих продукции сельского хозяйства производят продукцию только для личного потребления, не на продаже. И все-таки вот если остановиться повнимательнее, например, на примерах таких стран, как Израиль, почему им удается, ну, будем говорить, будучи достаточно открытыми с точки зрения экономики, противостоять тем, кто более открытый? Причем они в постоянном военном конфликте, у них огромные затраты на армию, сопоставимые с затратами России, чтобы было понятно, да? Ну, я просто хочу, чтобы люди понимали о том, что это страна, где люди любят свою страну, а не болеют за свою страну. Вот сегодня я прочел в НОМД статью о том, что наехали опять на Шоро, я далек от мысли, а украден миллиард не приводят, там он заказал самолет на 10 тысяч, там на 20 тысяч долларов, и такие цифры приводят, там где-то до миллиона, как бы этот, есть платежи, и говорят, вот как бы главное. Но при этом, при этом, вот есть же абсолютно очевидные вещи, я в том числе и говорил и здесь. Значит, взяли из семи банков, вернее, из шести банков, сконтролировали деньги банка Сачала. Это Агрейнбанк, Моллингкенбанк, Викториябанк, которые потом им вернули деньги, они как бы ушли. И, значит, банк одеэкономии и Унибанк. Скинули деньги, вы можете поднять баланс на 30 октября 2014 года, было там 60 миллионов по строке «Алтеактиве» срока 140, стало 17 миллиардов 860 миллионов. 17,8 миллиарда. Это 42% от всей денежной левой массы в стране, вдумайтесь, у физических и юридических лиц, в наличной и безналичной форме. Из этих 17,8, 17,8, 13,3 десятых выделили пяти фирмам с уставным капиталом 5400 леи, по сути дела, без залогов, без ничего. Возникает вопрос, то есть платежи проходили через Национальный банк. Сидела конкретно Эммета Бырцев, это было 25-26 ноября 2014 года, следила, чтобы эти платежи прошли, конвертация и так далее, и чтобы деньги ушли в эти тренды. Уж остальные деньги, эти 4 там с небольшим миллиардом лео, они почти на покрытие ранее взятых кредитов. Значит, возникает вопрос, вы когда-то слышали, чтобы кто-то искал эти пять фирм? Это материалы есть в парламенте, я не взял это откуда-то и так далее, это материалы парламентской комиссии. Значит, кто-то поднимает вопрос о банке сначала, все говорят о том, что Шор, а мог ли Шор вот эти 6 банков наклонить и заставить, чтобы они работали как сложные консервы, чтобы правительство дало два транша, 9,6-х, правительство Габурича и правительство Лянка, сначала Лянка, а потом Габурич, выделили, при том, что дефицит ликвидности был всего 2 миллиарда в этих банках. Значит, то есть национальный банк, правительство, эти... Все это видели? Все это видели. Цены по борьбе с коррупцией, помните, когда пришел первый отчет Кролла, да, то бывший Верел Китра рассказал, что нам все известно, что там, что у меня элемент новизны. Значит, нынешний Богдан Зубрянов, он тогда был начальник следственного управления, он в феврале месяце сказал, есть цитата, я неоднократно переводил, нам все известно, кто, чего, сколько, куда. Нас осталось выяснить за малым. Это было в 15-м году, в феврале. Они деньги забрали себе, либо работали за комиссию. Ребята, но ни один человек не сидит. Нам рассказывают сказки про Шора. Я еще раз подчеркиваю, я не адвокат Шора. Не адвокат Шора. Но вопрос заключается в том, что, может быть, он каким-то боком, но не мог он это организовать. Нет у него полномочий на то, чтобы вот эти 6 банков, Цен по борьбе с коррупцией, прокуратуру, правительство. И в том числе и Канду настаивал на том, что выделили этот в парламенте. Он тоже в шестерках, получается, у Шора работает. Вот в чем вопрос. Понимаете? Сегодня, когда я говорю иностранцам о том, что украли миллиард, они говорят, такое не может быть. Потому что миллиард для них, в принципе, сумма небольшая, но когда я говорю, что это 42% от всей денежной массы в стране, они говорят, такое не может быть. Я тоже этому не поверил. Пока не увидел эти два баланса. 30 октября, 30 октября. Смотрите, получается, что это тоже как продукт либерализма в подходе к экономическому. Что это? Это продукт захваченного государства. Вот то, что сегодня в нашем государстве, вот в этом главная проблема, что не просто люди потеряли веру в это государство, потеряли чувство справедливости, потеряли, что можно что-то в суде отстоять, если ты не заплатишь, и то, если у кого крыша выше и так далее. Вот это, и это сегодня, если наши сами кураторы по развитию, западные, говорят, что мы захвачены государством, чего уже больше. Вот смотрите, сейчас вот «Собода пресса», вот есть последний рейтинг, тоже, что как бы все это подмято. То есть все пущено под откос. И когда смотришь эти цифры, когда смотришь эти цифры, вот кто реагирует на ситуацию в стране? Есть два факта. Есть у экономиста такое выражение, невидимая рука Адама Смита определяет, куда течь деньгам. Прямые иностранные инвестиции в внутреннюю экономику в 2008 году были 711 миллионов. За эти 8 лет в среднем было 190 миллионов. В прошлый год было 200 с небольшим, ну 204, по-моему, или 203. Можно сказать прирост. В 3,5 раза. Нет, да, там вот так вот пляшет, то есть год на год, понимаете, он проинвестировал 1 в феврале, 2 в декабре. То попало в декабрь, то попало это. Поэтому там год на год не это. Но в 3,5 раза меньше. Если говорить о инвестициях в долгосрочность, тут тоже одна хитринка есть, вот подвыборы, как я сейчас расскажу. Значит, то они сократились почти на 40%. Значит, вот смотрите, была отчетность, она называлась, инвестиция в 2 срочные материальные активы. И вы можете посмотреть 2008 год и 2016. Это все цепочка. В 2016 назвали инвестиции в долгосрочные активы. То есть туда включили и нематериальные активы. Теперь получается цифра несопоставимая. И ряд начинается заново. Понятно, да? То есть вот такие как бы игры. Очень интересно, вот когда люди надеются на то, что придут у нас выборы, да? Выборы. Я тоже приведу это. Официальные данные статистики вы можете открыть как бы сайт статистики. Значит, смотрите, у нас официально 3 миллиона 550 тысяч человек. Да? При этом в списке избирателей внесено 3 миллиона 200. Возникает вопрос. Составили, видимо, несовершеннолетние. Это все это очень... Нет. Так вот, отнимите несовершеннолетних и отнимите нерезидентов. У нас же нерезиденты. Теперь было материалы переписи. Материалы переписи показали, что у нас есть два. Есть дорасчет, а у нас есть без дорасчета. Ну вот я называю это без дорасчета, то есть как бы то, что официально переписали. Там получается где-то... Если снять детей до... Там, потому что есть по возрастным группам, и так далее, снять 17 лет включительно, то есть старше 18 лет, и снять резидент остается 2 миллиона. Вы чужели разница? 2 миллиона и 3 миллиона 200. И это все данные официальной статистики. Поэтому сегодня не важно, даже сколько человек придет на выборы. То есть сегодня нет никаких проблем бросить миллион. Для этого поставили своего человека в избирательную комиссию, для этого продвигается. Все вот... Я уверен, что у нас электронная система голосования работать не будет. Как она не... Получился сбой в предыдущих выборах, произойдет сбой и выйдет. Поведут на ручной режим для того, чтобы произвести этот выбор. Ну, далеко забегать не будем. Сегодня хотелось бы, конечно, понимать, чем завершатся и местные выборы этого года, и чем завершатся парламентские выборы. Но, тем не менее... Просто это ответ на вопрос, почему у нас не делается. То есть у нас нацелено... Будем говорить так, высшие эшелоны власти, нацелено не на то, чтобы государство жило лучше, большие жители жили лучше. Разговорок – да. А нацелено на то, чтобы что-то, извините за выражение, стырить, заместить следы, упрятать, неугодных убрать. Дело найдется, был бы человек. Да? И решать свои проблемы. Решать свои... И все же это знают. Вот вы понимаете, если бы мы говорили о том, что это для кого-то секрет, это для кого-то не секрет. Рассмотрите. И раз в целом мы находимся... Мы вписаны в матрицу либеральной экономики, если это позволительно... А это не либеральная, это барабская беспредельная экономика. Ну, понятно. Но ведь наши партнеры по развитию, о которых вы упомянули, они ведь, в общем-то, на это смотрят достаточно, ну, будем говорить, благосклонно. И раз не предпринимается никаких акций и санкций. И смотрите, когда мы начали с вами разговор, лекции Германа Грефа, представителей страны, которая сегодня находится под жестким прессом санкций со стороны своих партнеров по развитию. Ведь когда-то и США, и Евросоюз не называли друг другом, мы партнеры. И сегодня очень сложно, будем говорить, так сказать, понимать тогда, что происходит. Ведь если либеральная экономика, это открытый рынок, это рынок, который регулирует взаимоотношения производителей, будем говорить, товаропотребителей, рынок, который регулируется по законам рыночной экономики, которые, как нам объявляют, что они абсолютно свободны от влияния государства, от плановой экономики, то сегодня, да, в условиях захваченного государства, мы живем, получается, в условиях, если мы можем применить к сегодняшнему Молдавскому дню, плановой экономики, то есть кем-то все так запланировано и вот так вот нацелено. А во всем мире, получается, есть некие, будем говорить, подмена понятелей, некие двойные стандарты, что является открытой экономикой, что является приоткрытой экономикой, а что на самом деле должно существовать, как на самом деле должны себя вести государства в условиях такого безбрежного, знаете, состояния. То есть получается, что мы в 91-м году выпали с, будем говорить так, в море, в котором кишат одни пираты. И вы же знаете о том, что о либеральной экономике говорят, но те же Соединенные Штаты помогают своим фирмам, крупным компаниям, то есть либанкам. Лоббирование, это у них в общем-то... Не лоббирование, официально из бюджета дают деньги, чтобы вытащить какие-то предприятия, чтобы вытащить какие-то секретные экономики. Потом, если не видят, что, например, заходит какой-то ресурс в Штаты, они вводят санкции, антидемпинговые меры и так далее. Чтобы защитить своего производителя? Конечно, свой рынок. И вот сейчас, вы знаете, Трамп о том, что как бы начал войну с Китаем и так далее. Значит, то есть это всегда было, есть и будет. То есть этот либерализм распространяет только до тех пор, пока я сильнее тебя, и я тебя могу душить. Как только ты окреп и начинаешь сопротивляться, я сразу говорю, это неправильно, тебе надо что-то спустить немножко крови, значит, чтобы ты не такой был активный. То есть давай мы разбомбим Югославию, давай мы разбомбим Ливию, потому что те слишком хорошо жили. Давай мы разбомбим Ирак, наведем там хаос, давай мы сейчас этот вот, наведем порядок в Сирии. Вот это общая система. И потом те оранжевые революции, которые как бы производятся, они делаются именно для того, чтобы для дестабилизации ситуации. И мы просто попали в этом вопросе под раздачу. В каком плане? Мы находимся на водоразделе между Западом и Россией. И будем говорить, Запад стремится вырастить такой заградительный кордон. Это Украина, они пытаются, в Беларуси у них пока это не получается. И это Молдова, и страны Прибалтики. Вот и все. Их в принципе мерзавец, самоса, но это наш мерзавец. Поэтому они знают о том, что тут воруют, о том, что деньги воруются. Им проще заплатить и так далее. Самое главное, чтобы мы не объединились и не решали, как бы не попали в сферу влияния России. И чтобы мы были именно этим заградительным кордоном. Потом, если мы говорим о санкциях, вот смотрите, они могут по Южной Корее, помните по автомобилям? Они штрафанули на несколько миллиардов автопроизводителей. Никаких проблем. И такие меры приходят. То есть есть вещи, которые высасываются с пальца, но вводят санкции для того, чтобы кого-то притормозить и сказать, парень, это наша территория, ты сюда сильно не лезешь. Тогда получается, если следовать теории развития, ведь рано или поздно та или иная формация должна быть снесена, сметена. Вот на ваш взгляд, насколько долго еще может быть в мире развиваться идея или маховик, или механизм либеральной экономики? То есть насколько она обладает весом, достаточно большим запасом прочности? А ее в чистом виде либеральной не было, нет и не будет. Ее не было, нет и не будет. Ну вот давайте вернемся к Израиле, сельскому хозяйству. Значит, там система такова. Абсолютно нелиберальный способ. Значит, вы приходите в свой местный орган управления и говорите, вот я придумал делать квадратные помидоры. Вот у меня есть технология и так далее, и так далее. Те дают деньги, они смотрят, что действительно логика есть. Есть покупатели? Нет, ну удобно складывать, то есть как бы, ну образ, я взял специально самое фантастическое, но она реализуемая, она показывает какое-то там это. Они дают на производство опытного образца, разработка документации и так далее. Сделали, дают следующий этап. То есть этап до запуска в производство. Это что, либералы? То есть это управление государством. Да, то есть государство дает деньги. Значит, ты имеешь право на две попытки в жизни. Вот ты входишь в реез, что ты один раз использовался, и это деньги безвозвратные, то есть это подарок государству. Значит, это что, либеральная экономика, когда тот же Сингапур или тот же Израиль и так далее посылали своих молодых граждан на учебу за границу, за свой счет. За счет государства. За счет государства, да. Это разве либерально? Либерально, это так, парень, ты родился, тебе родители, собирают деньги. Как в сегодняшней Молдове, кстати. Да, как в сегодняшней Молдове. И пытаются подняться из этой грязи, вылезти в князи. Вот это не либерально? Значит, дальше, финансирование науки, фундаментальные науки и так далее. Ведь сегодня протоксально, они покупали самолеты, израильтяне, выбрасывали электронную начинку и ставили свою. Вот как пример, да. Это, наверное, связано больше с безопасностью полетов? Нет, это более современное. У них изумительная медицина. Изумительная медицина, да. У них изумительные технологии. Смотрите, Михаил, я вас приводил. Вот Израиль, Сингапур, Южная Корея, они нашли свои рецепты выживания на планете Земля, в этом бушующем мире. Что может быть для нас рецептом спасения? И еще, есть ли не рецепт, который еще способен реанимировать пациента под названием молдавская экономика? Во власть должны прийти люди, патриоты своей страны, которые будут ставить интересы государства выше своих личных интересов, при этом быть профессионалами. Вот два условия. любить свою страну и быть профессионалом. Все. И я вас уверяю, вот я в 90-м году, когда шли вопросы, еще не было отделения Молдовы как государство, да, и когда шел вопрос о региональном хозрасчете, мы с своим коллегой Толе Караганчо, он сейчас уже живет много лет в Румынии, и уже сюда не собирается возвращаться, мы написали такую в «Вочи Попорол», газета, на русском такой два разворота было, альтернатный вариант оригинального хозрасчета. Вот я тогда был столь убежден о том, что Молдова, при том экономическом потенциале, которое она имела, научном, техническом и так далее, она обречена на успех. Обречена на успех. Вот тогда я был убежден. Тогда мне вызывали, я бывший начальник отдела «Газплан», меня вызвали «Газплан» к руководству, говорят, как ты мог, ты же коммунист, и вот против линии партии, я говорю, ребята, что я неправильно написал, что мы неправильно написали там. То есть, это все было возможно, и возможно сегодня, возможно сегодня. Сегодня еще остались точки роста, где остались инженерные кадры, которые могут делать сложную техническую продукцию. но получается так, что они еще пройдет несколько лет, это пенсионеры в основном, они умрут, уйдут, извиняюсь, конечно, за такое. Но как можно подготовить инженера по учебникам? Ведь у нас приходят с политеха, с политеха специалисты технического университета, которые не знают элементарных вещей. Они могут быть ни конструкторами, ни технологиями реалии, и так далее. То есть, я имену производства, их надо заново обучить, и так далее. Всегда это был симбиоз предприятия и учеба и, конечно, наука. Тогда это все развивается. Поскольку сейчас по науке проехались, вот, прежде всего, финансировали и так далее, как бы, значит, по образованию то же самое. Вот, возьмите простую цифру, возьмите количество детей у нас в возрасте до 18 лет, да, и количество посещающих школы, ну, 7, 18 и так далее. Увидите, что те, кто ходит, учатся старше 14 лет, как бы старший класс, там всего процентов 20. Всего процентов 20. А те, где-то процентов... Остальные неизвестно, чем занимаются, чем можно заниматься в 14-15 лет. А те, кто до этого возраста, да, значит, там тоже где-то процентов 20. Потому что у нас же многие живут, много населения живут в селах. они чистятся где-то в школе, в лицее, там и так далее, гимназии. Значит, но почему? Потому что эти учебные заведения получают финансирование количества учеников. Но это совсем не значит, что туда ходят. Но даже вот те, которые чистятся, их значительно меньше, чем официальная статистика. Я помню, но ведь еще вопрос, если качество образования, с вами принимается, холосткает больше. Качество образования это вообще как бы, то есть люди не знают просто элементарных вещей. Примитивный уровень. Есть очень толковые ребята. Это процентов 5. Очень толковые. Но вот эти 5 процентов, как правило, как правило, к сожалению, вот то, что я сказал, что самое ценное, это чешский потенциал наш. Те, которые уже на вас стреливы уже, как говорится. Да, они спят и видят уехать из страны. Это правда. И остается, остается как бы, вот к нам приходят иностранцы иногда и говорят, мы хотим здесь сделать предприятие. Начинают набирать как бы кадры, мы говорим, квалифицированные кадры, а их нет квалифицированных. Их просто нет квалифицированных кадров. Михаил, спасибо. Ну, в общем-то, рецепт услышан, потому что это должны быть патриоты, которые поймут, что выход из сегодняшней экономической ситуации для Молдовы это работа не на один год. Это, наверное, это системная работа, которая должна длиться годами и десятилетиями для того, чтобы вот это отставание в столетии, которым вы обозначили, хотя бы сократить половину. Ли Куан Ю пришел в руководство Сингапура примерно в 60-м году. ВВП на человека было 300 долларов. Когда он уходил в 90-м, через 30 лет, в ВВП было 30 тысяч долларов. Да, в 100 раз. В 100 раз. Да, есть куда стремиться. Спасибо вам за этот разговор. Достаточно разношерстный получился. Начали с российского гостя, закончили тем, в какой ситуации экономической находимся мы. Мы с удовольствием вас и дальше будем приглашать в наши студии разговаривать, раскрывать, будем говорить карты экономического характера, чтобы было понятнее нашим зрителям, в какой ситуации находимся мы, что планировать и как чего ожидать и как разглядеть свет в конце туннеля. Это очень важно, потому что нам, журналистов, мучают наши читатели, зрители, телезрители вопросом, как выжить в этой стране, не уехав отсюда. Вот будем говорить так, смотрите наши программы, возможно узнаете. За границу нас тоже не ждут. Мы всегда попадаем, чтобы вы знали, есть цветные, это как бы категория, не хочу, категория второго сорта, а есть категория третьего сорта, это приезжие, то есть они еще ниже. То есть ситуация, сразу готовьтесь, чтобы вы будете еще хуже, условия у вас будут, чем вот как бы цветные. Да. Итак, до следующей встречи. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был доктор экономики Михаил Поясик. Оставайтесь с нами, следите за эфирами, будет интересно. Мы работаем для вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин